На прошлой неделе в Москве прошло первое заседание Оргкомитета Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Встреча состоялась в стенах МГТУ имени Баумана. Во время заседания были утверждены студенты-активисты, которые будут отвечать за развитие спортклубов в своих регионах от Северокавкавского до Дальневосточного федерального округа. А вот как обстоят дела со студенческим спортом в ВУЗе, представившим площадку для работы Оргкомитета, выяснили журналисты Ассоциации студенческого и молодежного спорта. Съемочная группа Ассоциации студенческого и молодежного спорта продолжает свой экскурс по ВУЗу Москвы, дабы узнать, как поддерживают студентов-спортсменов. Сегодня на эту тему поговорим с представителями МГТУ имени Баумана. Совместным решением студенческого совета, правкома и ректора на спортивные мероприятия в ВУЗе выделяются деньги непосредственно на физкультурно-оздоровительный факультет. И его декан сам определяет, куда их тратить. Обычно на следующий год деньги распределяются в зависимости от трат в прошлом году. Если не хватило, то выделяется больше, если был перерасход, то меньше. Сегодня более 60% тратится на летний отдых студентов и другие здравительные мероприятия. Михаил Сердюков, заместитель заведующего кафедры физического воспитания МГТУ имени Баумана. В студенческом спорте 15 лет. Для него очевидно, приоритетное направление для ВУЗа – научная деятельность. Спорт держится на вторых ролях. Права своих студентов-спортсменов отстаивают во всех структурных подразделениях ВУЗа. Считает, что улучшить положение дел в студенческом спорте может создание спортивного клуба, как отдельного структурного подразделения в рамках ВУЗа. У нас анкета есть, экзопонлайт анкета, отмечаем все, прикладываем туда его ордена, медали, дипломы и несем на факультет. Факультет декан посмотрит, еще подпишет, не подпишет, неизвестно, понимаешь? Если подписал, то в правком, правком там смотрят. Я стараюсь добить все до конца, чтобы железно они получили последние перед сессией или после сессии. Деньги эти, ну, поощрить как-то. Но дело в том, что до этого время, когда проходят, мы же не знаем, как они еще выступят многие. А некоторые, допустим, в июне еще где-то там выступают. Вдруг выиграли. А все уже, сессия закрыта. Ну, что дальше? Как с ними, как их включить? Откуда деньги уже? Студенты и структуры, заинтересованные в получении финансирования, традиционно проходят несколько этапов. Обратимся к примеру. Сборная КВН или спортивная команда хочет поехать на сбор или соревнования. Они приходят в конце года в студенческий совет и просят внести соревнования в план на следующий год. Прилагают смету на поездку. Студенческий совет совместно с правком ее рассматривает, утверждает и передает ректору на подпись. Деньги распределяются согласно плану мероприятий. Кирилл Павлов. Студент второго курса факультета инженерный бизнес и менеджмент. Чемпион Европы и мира по десяти танцам. Учеба в университете совмещает с профессиональными занятиями бальными танцами. Считает, что студенты-спортсмены достойны материальной поддержки вне зависимости от вида спорта, которым они занимаются. Бальные танцы – коммерческий спорт, а потому здесь приветствуется любая помощь. Сейчас идет разговор о том, чтобы мне дали спортивную стипендию. Вот это я пока все, о чем я знаю. Поддержка, безусловно, должна быть, поскольку для многих ребят это будет определенным стимулом не останавливаться и идти дальше. А донсину ли это зависит от разграничений платная, неплатная форма обучения? Ну, мне кажется, в любом случае должно поощряться. Я не знаю, по поводу, например, учебных достижений, это вопрос сложнее. А мне кажется, если есть высокие достижения в спорте, почему нет?